Ну, если срисует пучка, будут у нас проблемы. Так, наверное, мы тут примелькались. Так, бьют по нам. Поедем через переправу. В принципе, вот это был их укрепрайон. Когда двигалась 25-я механизированная бригада, просто их снесла тут. Мы шли буквально за ней, они пошли дальше, мы за ними. Данный лес больше не пригоден для вырубки, потому что в каждом дереве сидят осколки. Леса нет. В этом лесу не осталось буквально никакой живности. Не слышно ни звука птиц. Просто тишина. Просто тишина, слышно каждый шорох. Мясокомбинат, салют. Мясокомбинат, да. Говядина тушеная. Перекрытие видно, что сделали, только закинули балочки. Даже не успели закидать землей. То бишь, у них было... Не так много времени. Два дня они откатились, не сумели сдержать, откатились дальше Торского, заняли рубеж. Трофеи у нас были шмель. Был миномён 120-й. К нему же находили много боеприпасов 120-х мин в ящиках. Самая большая находка, это был танк. Силетанк, причём полностью исправлен. Наверное, посчитали, что по танку будут бить, а если они уйдут пешком, у них больше шансов выжить. Мы, грубо говоря, его нашли. На определённом моменте его просто бросили. Видимо, времени не было настолько, что они его даже не подорвали, а просто оставили целым нам. За что им очень большое спасибо. Мы его благополучно нашли и передали в хорошие руки. Сейчас им пользуются. Катаются с нами на всякий случай. Очень удобная штука. Легка в использовании. Это очень просто. Використовуется оно для колишних властников. И когда стреляешь с их оружием по оркам, как раз заряд трубы лететь лучше. Прошла по этой дороге, прочистила техника. Техника наша уничтожала вражескую технику. Мы шли, получается, вот так вот. Мы шли с двух сторон. С двух сторон, и мы, получается, окружили торс. Мы вклинились, да. Начинается обстрел. Лучше долго не задерживаться. Мы можем примелькаться, и могут по нам навестись. Вот это непосредственно автодорога, в которой 110-й батальон заходил. Пешком, без какого-либо сопровождения своим батальоном, своей разведкой. Вот позиции орков, которые вот они держали здесь. Здесь что-лила техника, капониры. Вот отсюда они прикрывали село. Удержать его так пытались. Так, наверное, мы тут примелькались. Наверное, тоже расслабляться не стоит. Противник все видит. Поедем через переправу. Да, рискнем, поедем через переправу. Так, бьют по нам. Птичка нас, наверное, срисовала. Мы зараза подъезжаем до той дороги. Очень опасный часок дороги справа... Там, где орки покидали своих загиблих, прямо в машинах, в автобусах. Был авиаудар. Справа можно увидеть воронку большую воду. Мы ее проехали. Очень большая воронка. Тут если рисует птичка, не будет у нас проблемы. Вот, дырки. Ну все. Грубо говоря, более-менее безопасную зону. Тут прилетает. Не так часто, как по этой переправе. Смузы обороны моего батальона. Противник предпринимал штурмовые дії. Напротив, тиждень. Проби, штурмовые дії были подавлены. Противник понес значительные втрати до 300 человек. Грубеж обороны залишился на визначенном месте. Плюс мы проводили поисковые дії. Захватили полоненных. Первый раз 8, второй раз 8. И мои разведники тропы привели. 31 грудня я пошел в тероборону нашей бригады луганской. В один из батальоней. Было какое-то ощущение, что что-то будет. Думаю, пойду туда, там, где я могу это делать. Ну, воинскую справу. То, чем я маю заниматься. И тем самым допоможу. Противник было так же, как и не только у нас в Бахмуте, во всей Донецкой и Луганской области. Потому что мы это уже прошли в 14-15-м. То есть не так, как во всей Украине. Мы понимали, как оно было. И могли себе представить, как оно будет. 5-й ранку. Россия напала на Украину. Путин оголосил про начаток військовой операции. Державный кордон порушен в Чернигівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Все отлично. Мы заберем эту область. Важкие бои также точатся за счастье и станицу Луганську. Что делать украинцам? Помогайте национальному защиту. Вставайте до АГУ. Збройных сил Украины. Смотрите, что происходит на Аболоне. Собираемся, посмотрите, как все будет. Противник наступал очень активно. Уверенный в себе, что его никто не встретит. Первый рубеж, когда они встали, это рубежное. Место рубежное. Наша бригада создана из батальонов террабороны мест Луганской области. Потом уже аж в квитне пришли к нам хлопцы, это мобилизование. А до этого мы были одни в каждом батальоне нашей бригады. В среднем было по 20 человек. Офицеры, солдаты, сержанты, контрактники. Входили, как солдаты на пост. Докумали обовязки. Копали окопы. Так как мобилизация-то началась. Но чтобы подготовить бойця, это его нужно спочатку одеты. Дать кулемет. Мобилизация, в основном, это гражданские люди. Некоторые даже и не служили срочно службу. 24 лютого в 5-й ранку вышел покурить, взял телефон в руки и понял, что началось. Я пошел в террабороны записаться. Я был два месяца в Киеве, в составе Киевской 112-й бригады. Когда в Киеве ситуация успокоилась, виявилось, что там в ТРО людей втрече больше, чем нужно. И где-то, наверное, 70% нашей роты заехало сюда, в Уганскую, в Уганскую ТРО. У меня батальон героичный. Он выполнен в боевых занятиях за 4 лютого 2022 года. Я пришел в батальон 13 травня 2022 года, до чего выполнил боевые занятия в Беркене, в Буче. И я считаю, что мой батальон, все люди у меня, героические парни, которые выполнили боевые занятия в Воронежской Украине. Первый выезд мой был в заселенный пункт Тошковка. Мы еще совсем не понимали, что там будет происходить. Мы были прикрепленным подразделением к 57-й бригаде. Это механизированная бригада была, у которой была своя артиллерия, минометы. Потому что мы приехали как стрелки. Вступили в свой первый бой и почувствовали, что такой настоящий минометный обстрел, который происходит непосредственно по нам. То есть нам били тремя минометами по нашей позиции. Потом был стрелковый бой. Дивный такой бой был изначально. Мы не сориентировались, что происходит. Они пытались обойти нас. Одна группа атаковала нас с фронта, а другая группа пыталась обойти по правому флангу. Я перемещался с одного окопа на другой. При этом в каждом окопе оставились задачи, и они начинали выполняться. И тогда стало ясно, что такое сержантская работа и что такое работа командира, который начинает расстрелять роли личного состава, включают пулеметчика, ставят ему задачу, куда стрелять. Показывают стрелкам, как нужно стрелять изначально для того, чтобы переходить к инициативу обстрела. После подключили гранатометы, гранаты. Ну, в общем, отстрелялись нормально. Я видел своего сержанта, который под обстрелом боялся бегать, поднимать их бойовый дух, показывать, что он с ними есть. В ходе бойовых ситуаций, скажем, как обробляется алмаз от всего бруда, который на нем есть. Так же и тут люди обрабатывались в ходе бойовых действий. Эти лидеры по природе, они вот тут виявилися. Знову же таки, это, безумовно, напевно, найціннейшие кадры, которые могут только быть здесь. Они отошли, и начался еще более серьезный минометный обстрел. Через 5 минут после начала минометного обстрела у нас был 1,3 лёгкий. Еще через 1,5 минуты где-то еще 1,3 лёгкий. И еще через такое же время тяжелый, 3 лёгкий, Назар Скрипка. Он получил ранение в голову осколочное, тяжелое. И мы приняли решение, что нам надо отходить, эвакуировать раненого. Потихоньку, цепочечкой, с позиции на позиции, аккуратно, перебежкой. Все, как нас учили. То есть практика была, конечно, сумасшедшая. Ползали, извращались как могли, чтобы обойти все эти минометки и тому подобное, быть незамеченным. Потому что, в принципе, мы шли параллельно с врагом, насколько я помню. Они зашли к нам в тыл, на машине, ну, к боевой машине пехоты. И мы параллельно шли и двигались, ну, быстрее, чтобы отсечь. И уйти, вырваться немножко вперед. И не вот, ну, за счет численности, за счет технического превосходства выдавили нас, грубо говоря. Ну, потихоньку отходили, сдерживая позиции по мере возможности. Задача была тогда максимально замедлить ход российских войск. То есть посредством того, что мы присутствовали, когда пехота присутствует на позициях, пока не придет вражеская пехота, никто никуда не двигается. На трое суток мы удержали. Удержали. Почему важно было сдерживать, да даже день или час сдерживать? Потому что формировались резервы, комплектовались, то есть обучались и так далее. Наша задача была выдерживать натиск. Очень сложно было морально выдержать, потому как плотность огня из артиллерии, из танков, из минометов была очень высокая. Когда ты понимаешь, что есть намек на то, что был прорыв, и у тебя рядом по боевым позициям, где-то в районе 20-30 человек, как говорят, да, там цыплят считают, или да, и вот это ты за ними бегаешь, минометка работает, это впервые я узнал, что это такое вообще, и выводил ребят. Это было очень так эмоционально, вам скажу, тяжело, наверное, это все как-то озвучить, слова. Чтобы ничего ни с кем не случилось. Вот это было самое важное. На 15 травня, когда я прибыл в батальон, боевой досвид мало порядка 70 человек, которые были в Тошковке. в какой-то боевой досвиде. Потом началась активная боевая работа. Мы выполняли задачи в зависимости от старшего начальника Владимировка, Устиновка, Золотое, Лисичанск. После Тошковки мы поехали в Долгорское. Такой населенный пункт. Там мы тоже достаточно тяжело сражались. Это тоже была посадка. Мы были прикомандированы 24-й бригаде, это тоже механизированная бригада. Вот. И воевали с ними. Тошковка. Рядом было село Устиновка. Да, это как раз выход из села, это высотки. То есть мы немножко отступили, заняли высоту и держали. То есть выходила бронетехника, мы покрывали ее огнем, ЦРПГ, понятное, со стрелкового оружия, отсекали врага. Там тоже погибли наши ребята. Там мы уже как раз поняли, что такое вертолеты вражеские. И на третий день на этой позиции я получил первое сгорание. Осколочное в лице. Тяжело нам там пришлось, очень тяжело. Честно говоря, никто не думал, что мы выйдем оттуда живые. Ну, оттуда выход был так, либо двухсотый, либо трехсотый. Я попросился, чтобы меня выписывали, то есть, а шрам, его даже не видно уже. Начал быстро затягиваться, говорю, мне тут нечего делать, это царапина. То есть осколок прошел по лицу, в нос попал, и фактически я его там, грубо говоря, ушмаркал, что ли. Я где-то через два дня уже просился к ребятам назад. Ночью смотришь, как подтягивается их техника. Прямо такие, я не знаю, ручейки. Мы на высоте были, был лес, и ты смотришь, как вот через лес вот эти вот такие змеи, прямо ползутые, светящиеся. Ну, не могу сказать, что было страшно, вот честно. А вот этот прилив адреналина постоянно заставлял действовать, наверное, скорее всего, правильно. Самым сложным для меня было, наверное, осознать, ну, эту реальность. Ну, потому что до конца не понимал все-таки происходящее. А чем дальше, вы же сами понимаете, как разворачивались события. И все, это стало уже той моей реальностью, действительностью, что либо ты, либо тебя, либо твоих ребят. Поэтому ни шагу назад. С восьми утра Кацапы начинали работать, и где-то до семи, до восьми, до девяти вечера они могли обстреливать. И так, чтобы вы понимали, обстрел мог длиться на протяжении всего дня практически не переставая. Возможно, чашку кофе, а может быть и даже без того. Причем, стреляли со всего. Вот там у меня случился контактный бой, когда мне кричали «Сдавайся, мы тебе жизнь гарантируем». «Выходи». Ну, что я им ответил? Гранатой. Услышал, что я попал. И второй добил их. В общем, мы отбили. Ту атаку мы отбили, слава богу. Ну, собственно говоря, через часов 15, наверное, нас оттуда вывезли, эвакуировали. Позиция, собственно, просуществовала месяц, полтора месяца. И успешно выехали. Не попали ни под минометный обстрел, никуда вообще просто выехали. Так запомнилось мне то, что и радио включаю в машине, а там радио ЛНР, радио ДНР. Нашего вообще не было. И едешь, тебе по радио говорят, украинские военные, сдавайтесь. Вы в окружении, ваши генералы вас бросили. Что такое? Чудным образом мне предложили за сутки дважды сдаться. Ну, не сдались. Выехали. Из роздил, выконав завданя на Ведмино, стримовали нас на тот час негодяев, которые пришли ко мне домой и убивали моих саграждан, людей Украины. Были потери, потери были большие. Но, тем не менее, люди имеют стержень и оконные завданя еще за оборону Украины. Ведьми. Следующим нашим заданием было Николаевка. Это направление Бахмутское, всем известный нефтеперерабатывающий завод. Рядом с ним в село Николаевка мы держали тоже свои позиции в одной из лесополос. И им прямо это Николаевка, вот они всеми возможными, невозможными средствами фосфором, лили, Вагнер. Вот это мое первое знакомство с вагнеровцами. И вагнеровцы были не вот эти, которых сейчас понабирал странный человек. Профессиональные ребята. Почему я так говорю? Потому что мы на тот момент далеко не профессионалы, но уже видели, знали, работали. Они тихие, ползают, шустрые, не стреляют там вот так налево и направо. Вот так. Если уже встречаешься с ним, ты так. И должен сказать, что по счастливой воле случая, что рядом был человек, который просто вышел из-за дерева и застрелил, потому что ну вы поняли, чем это могло закончиться. Когда ты копаешь окоп, он от тебя просто выползает. Человек уже не держит тебя на ушки. Этот вагнеровец успел еще выстрелить. Пуля попала в гранату, в эвку. То есть у человека фактически второе денежное. И мы, да, мы выходили, это было тоже эпично. Мы отходили, по команде оттянулись, еле завели автомобиль. Там стоял микроавтобус припаркованный и в общем все туда влезли вот так. штабелями, ляду открыли. Ну, то есть мы висели фактически на этой машине. У нас еще был пробит бензонасос, натопленный вот этот фильтр, который при нажатии на газ просто выливалось из него топливо. но мы доехали. Мы доехали и, слава Богу, все живут. И поехали на наше боевое задание в Белогоровку. Держать оборону, держать позиции, потому что там же Шипиловка, дальше Привильев, все там. Тоже были сумасшедшие бои. Это тоже большой участок леса. И после Тошковки, Устиновки для меня это был самый такой жесткий момент военный. Когда я пришел начальник разведки, я посоветовал на то время комбату не отдавать подразделение батальона призранили в другие бригады. После этого с июня мы зашли на Лозаревку, Белогоровку, Шипиловку. Люди, ну, понимали, что их никто не бросит. И люди начали воевать. На оборонных рубежах Шипиловки намагалися зупинити ворога, укрепить рубежи за рахунок того, что те, кто выступал с Привилля, также помогали укреплять нам оборону. После того, как враг примерно понимал наше расширование, артиллерия ворога начала працювать очень щельно. Не проходило 2-3 хвилин между залпами градов, касетных боеприпасов и фосфором. Когда ты посыпаешь фосфором, ты не можешь находиться на одном месте, потому что все навколо начинает гореть, все задимлюется и буквально может не быть чем дихать. Ну и, зрозуміло, сам фосфор при попадании на шкиру застает очень опасным. Критическая ситуация в Шипиловке Белогорице началась после того, как упала Привилля. Мы уже понимали, что под таким сильным огнем мы не можем зберегать життя своих людей и втримать одночасно позиции. Там навіть для наших бейців не вистачало для каких-то минимальных погребов места. Мы понимали, что нужно отводить людей, потому что, если зайдет техника, враховывая, что мы легкая пехота, мы долго эти рубежи не поддерживаем и можем понести сильные втрати. Поэтому мы всю ночь оттягивали всех людей из Шипиловки в Белогоривку. А потом мы вводили всех людей нашей бригады, которые были на том направлении в Северск. Коллектив на данный момент отличный. Ребята мотивированные. Все хотят воевать, не считать негодяев. Да, в мае были проблемы. Недостаточно с ними проводилась боевая подготовка. Люди не понимали, что делать и как делать. Со временем ребята поняли, что есть управление боевым. Люди перестали бояться, потому что когда они слышат в эфире задачи, понимают эти задачи, они выполняют боевую задачу. Через годин шесть нас подняли и дали команду снова заняти Белогоривку. То есть мы, как взвод разведки, должны были сделать карты огня, должны были найти подходящую местность, которую мы можем занять на тот момент. Ситуация могла смениться, а мы должны понять, что мы можем сделать на месте. Мы разделились на пять групп по двое человек для наблюдения за тем, если есть пересывание противника, или он уже подошел до села. Ворог бачил, что концентрации какой-то сил нет и начал заводить бронетехнику. Через годину-полтора начался заводить пехоту. Мы были на втором поверхности багатоквартирного и они просто ходили метров 15-20 до будинка и стреляли под векнами. Неч провели, по суті, на спостережных позициях. Все равно нужно было выполнять завдание, потому что два человека не сделают много, когда до тебя заходят рота с техникой, много ты не навоюешь. Треба все-таки зберегать спокойно и думать логично. Если ты передаешь данные, у тебя есть шанс на то, что тебя прикрыют. Если ты не передаешь данные, ты сам вырезаешь собі какие-то шансы. Так как забезпечить огневую поддержку никто не мог, наш командир Туман приехал и зашел в село сам. Родина у меня героична. Хлопцы воюют очень крепко. Они все важны. Я их лично научил. Белогоринцы не могу сказать, что было оточение. Да, отрезали позицию Данте. Я, будучи начальником разведки, лично провел пошуково в мою дуку, порвался до хлопцев и их выводил. Как раз это был ранок, когда солнце только встает, когда ворог менее сконцентрованный может быть. Видомость все-таки, когда солнце заходит и сходит, не очень высокая. Просто необходимыми шляхами, мы, знаючи, где находится ворог, где он влашлал свои позиции, наш очень известный командир вывез нас. Они пытались обстреливать артиллерию, но мы передали разведки на штаб и нам все-таки помогла артиллерия наша. Потом нам сказали, что за рахунок тих данных, которые мы передали, было снижено 7 або 9 техники. В этом и залежит работа разведки, что мы передаем данные, чтобы артиллерия могла хорошо работать. У меня за спиной рух. Відходил. Блін. Месяц, я туман. Что за движение у тебя на 6? Спостерегаю. Принял плюс на меня голосом. 110-й батальон показал себя, как действительно боязычный подразделок, который получил рубежи виничных старшим начальником. З червня месяца все задачики стали с Мерконовой. Мы держали рубежи, когда выступали ДШВ, а мы держали рубежи. Когда пехота выступала. 30 сентября 2012 года мой батальон выполнил задачу по штурму населенного Торска. Мы заняли оборону. Торска на этой улице я прикидал на одного нашего бейца плюс-минус 5-7 врагов. Ситуация стабильная, но тяжкая, потому что у них много артиллерии, пехоти противника. Мы пытаемся заниматься наиболее вигидными точками местности, чтобы проводить эффективную оборону. Аптомат клинить уже от писка, потому что под криминою очень пищеные лисы и очень много писка. Когда на позиции 10 бейцов на них наступает 100, они не смогут отбить просто физически. Для этого мы вводим противника в оману, чтобы он не шел пехотой, а просто працювали артиллерию. От артиллерии можно закопаться, можно схватиться, можно терпить, долго терпить. Это все очень тяжело, но артиллерия все равно есть очень простее, чем реальный стрелковый бой, когда над тобой свистят кулы, и ты не можешь голову поднять. Книжки пишутся кровью, они воюют по книжке, как бы это не было тупо, но это все працует, и они просто как в книжке написано, так и воюют. Проводят по позиции арт-підготовки, чтобы знищить эти позиции, и тогда просто наступают пехотой. И они просто давят числом, в плане могут войти в лоб, получать они в пир в лоб. Они рассыпаются, берут в клешню позицию, они ее оточивают и давят. И так за последние четыре месяца, которые тут воюют, очень часто произошло. Самый вот такой сценарий. Редче, когда просто попадали в заседки подразделя, например, их вбивала артилерия, и они отходили. Проводить ситуацию, которая у нас была еще четыре месяца тому, когда у нас фактически не было минометов. И сейчас, когда у нас есть минометы, мы уже можем отбивать от пехот. Артилерия рядует, рядует хлопцев. У нас было на днях, что противник оточил позицию, ну, та самая классическая татка в Клешне взяли. На позиции было восемь человек, против них вошло приблизительно 50 человек, там их тоже подчас боя сильно никто не рахует. На позиции было два кулемета, и они смогли, скажем, отбить наступ, ну, знову ж таки, завдяки минометам, тобто, подавили вогнем кулеметов, плюс минометным вогнем фактически наші просто хороши командир це той, хто робить все, щоб зберегти свій особовий склад. Навіть попри те, що цей особовий склад може думати, тобто, коли ти змушуєш їх копати траншею, окопи, вони говорять, що їм важко, що їм цього не треба. Навіть банальне чищення зброї це теж такий елемент, який бойцы не завжди роблять, але це треба, тому що будь-яка поразка, як і перемога складається з всяких дрібниць, які з часом накопичуються, накопичуються і в кінці дають якийсь результат. Сподіваємося, Луганську область ми звільнимо до кінця цього року з приїздом танків американських. Я народився в Києві по національності. Я українсь, у мене родители, мать українська, отец вишкирийсь. Моя стара вишкирия країна 30 декабря 1994 року. Назмавна плита сложилась, я взял смат, що воєвати. Воєвал вишкирия в 1994-1995 році. Воєвал в 99-200, ну, 2000-й год, вначале в Дагестан, потім вишкирию. Потім, после ранення, влечився в госпіталі. Кацапи приходять к нам просто, тому що вони считають, що вони имперці. Аллах дала каждому свободу. Все люди свободні. У мене погиб син, погибла жена. Сын погиб 26-го, февраля в Сумах полил колонну, блядь. Жена погибла в Верпене, теж була в Ансурище. Зачем вони прийшли сюди? Вчера у мене було 8 пленних. Кожен спрашиваю, нет, я мобилизований. У мене батальйон Луганський, бригада Луганська. Бо большинство в Луганске, в Луганске область. Ребята хотят домой, хотят освободить свой дом, своих родителей, которые сейчас находятся на временном обстановленной территории. Ну а просто верить в победу. Вместе с в душе и вера в Аллаха, в сердце. И все будет хорошо. Победа в любом случае наша. С нами Аллах и правда. Луганська. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Луганська. Луганська.